Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан объявило об отборе компаний для компенсации им затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства и энергосбережения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Заявки участников принимаются с 26 июня 2011 года по 16 декабря того же года. Прошедший отбор получает право на компенсацию 50% производственных затрат по оплате технологического присоединения к электросетям, но в сумме не более 1 млн. рублей и аналогичную компенсацию затрат на энергосбережения. Следует отметить, что в прошлом году АИР-РТ, бывший тогда Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства, предлагал отобранным СМСП возмещение лишь 30% подобных затрат. Московская областная УФАС провела внеплановую проверку деятельности Министерства экономики Московской области. Как сообщает Интерфакс, были обнаружены слова с пробелами в извещениях о проведении торгов, а также случаи замены русских букв латинскими. Всего таких заказов со словами призраками оказалось на общую сумму 100 млн. рублей. Инспекция УФАС установила в действиях Министерство нарушения закона о госзакупках. По мнению УФАС, использование слов призраков позволяет сократить до минимума число участников торгов и завысить цены. Сегодня в Турции попал в аварию микроавтобус, в котором находились туристы из России. Авария произошла в турецкой курортной провинции Анталия, где автобус, принадлежавший туркомпании Pegas Touristik, призвался в городской автобус. В результате аварии пострадали 24 человека, в том числе 23 туриста, передает РИА Новости. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Генконсульстве России в Анталии сообщили, что проверяют информацию об аварии. По данным, полученным от страховых компаний, в аварии пострадали около 10 человек. В основном они получили легкие травмы и ушибы. В столице Мариел возле главного корпуса Марийского государственного университета появилась скульптурная композиция «Ешкин кот». Она представляет собой скамейку, на которой вальяжно расположился самобытный фольклорный персонаж – кот. Скульптуру весом почти в 150 килограмм отлили в Казани. Идея установить в городе скульптуру коту принадлежит главе Мариел Леониду Маркелову. Этот частный проект – подарок жителям города от одного из московских бизнесменов. «Ешкиного кота можно считать собратом кота Казанского», отмечает портал Мэрии Казани. Бюджет фестиваля «Сотворение мира-2011» составляет 2,5 миллиона долларов. Мы не делаем из этого секрета. Из них 1 миллион мы получили от президента России Дмитрия Медведева, 1 миллион от правительства Татарстана и еще 500 тысяч от мэра Казани Ильсура Медшина. Цитирует выступление Андрея Макаревича на пресс-конференции в Казани «Татар Информ». «Сотворение мира, стартующим завтра в Казани, примут участие более 200 музыкантов из 12 стран. Хедлайнерами станут Джон Лайден, Джон Фагерти, неприкасаемый во главе с Гариком Сукачевым, битва, Андрей Макаревич и оркестр креольского танго». С вами была Луиза Сантикян, Вовремя.ру.